В эфире информационного канала Севастополя новости в студии Арсений Ковалевский. Смотрите в этом выпуске. Неисполнение поручений губернатора и затягивание принятия социальных программ сегодняшнего дня будет стоить чиновникам должностей. В четверг на заседании городского правительства были озвучены кандидаты на вылет. Подробности далее. Сегодняшнее заседание возможно станет последним для руководителей четырех департаментов городского правительства. Кресло зашаталось под начальником управления по делам молодежи и спорта в департаментах образования, градостроительства и архитектуры и здравоохранения. Нерасторопность чиновников не выдержала критики губернатора. А все дело в затягивании разработки и принятии постановлений. В основном речь идет о социально значимых программах. Если говорить о спорте, выяснилось, что профильное управление все никак не согласует с финансистами вопросом материальных поощрений спортсменам и тренерам. И пока чиновники переписываются друг с другом, пять постановлений, что называется, зависло в воздухе. Все, что касается вопросов финансирования, прекратите заниматься перепиской. Хоть по ночам сидите, это ваши проблемы. Так точно, ближайший срок будет учиться. В понедельник не будет распоряжения об увольнении. За потерю доверия. Почти такая же ситуация в департаменте образования. Лица другие, но та же цифра. Пять непринятых постановлений. Мы будем просить на год продлить и не принимать это постановление, поскольку мы должны определить и понять, поскольку пойдет оптимизация работы образовательных учреждений. В ответ законодательстве Российской Федерации, этот документ должен быть разработан. Переходное положение у вас не продлено на следующий год. Каким образом вы не исполняете федеральный закон? Мы просто сейчас не успеваем. Весь департамент сейчас занимается подготовкой, еще раз говорю, защите бюджета, который у нас будет фактически завтра. Сергей Иванович, на следующей неделе мы займемся этим вопросом. Пожалуйста, дайте нам срок. Срок? До 20.08. До 20.08. Предупреждаю, так же, как предупредил соответствующих до этого товарища. Олег Иванович, распоряжение. 20-го числа. Проект распоряжения. Со знаком «минус» отличился и департамент градостроительства и архитектуры тем, что сам сроки выполнения задачи позначил и, похоже, в них не укладывается. Давал поручение и дал сразу 10 дней. Через два дня истекает. Сергей Иванович, Демушкин докладывал, я тоже готов доложить, там ситуация какая, необходимо оформить земельный участок. Оформляйте. Меня не интересует, что необходимо, срок был 10 дней. Оформляйте. Какие проблемы? Мы не можем оформить в течение... Вы жителям всего этого дома представили дорожную карту и сказали, что вам этот срок достаточен. Два дня. Понятно, да? Хорошо. Я всех предупреждаю по этому вопросу. Первые ласточки будут через два дня. Судный день в правительстве Севастополя назначен на понедельник. 17 августа на очередном заседании станет понятно, кому из чиновников удастся исправить свое положение, а кому придется прощаться с должностью. Если вот те сроки, которые я сказал, сейчас не будут выдержаны, я вот здесь же подпишу распоряжение об увольнении. Другого варианта нет. Есть срок исполнения поручения. Могут быть объективные причины. Его невыполнение в установленные сроки могут быть, подчеркиваю, это землетрясение, потоп семейный, еще что-то и так далее. Олег Григорьевич, за правила вот так вот, с этой стороны стало соответствующее поручение, с этой стороны стало распоряжение или об увольнении, или об взыскании. Анна Малышко, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя. Двух- или четырехразовое питание теперь положено детям-сиротам, тем, кто живет или учится в учреждениях среднего специального образования. Соответствующее постановление утверждено сегодня на заседании правительства Севастополя. В 2015 году на обеспечение питания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в профтехучилищах, из городского бюджета выделят практически 7 миллионов рублей. Для обучающихся в государственных учреждениях среднего профессионального образования города Севастополя, являющихся детьми-сиротами, детьми, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой и проживающих в соответствующей организации города Севастополя, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или в семье опекуна-попечителя, двухразовое питание в размере 154 рубля 70 копеек в сутки на одного человека. А для обучающихся в государственных учреждениях среднего профессионального образования города Севастополя, являющихся детьми-сиротами, детьми, оставшихся без попечения родителей и лицами из их числа, за исключением обучающихся в классных пункте 2.1 настоящего постановления, четырехразовое питание в сумме 219 рублей 44 копеек в сутки на одного человека. На время прохождения практики, на каникулах, выходные дни и праздничные дни, или в том случае, если у кого-то из студентов аллергия на тот или иной продукт, подтвержденная справкой, компенсация за питание будет начисляться на карточку. Губернатор Севастополя Сергей Миняйло проверил ход строительства школы в Казачьей бухте. В частности, он встретился с генеральным подрядчиком. Основные вопросы, которые интересовали главу города, план производства, финансирование и срок сдачи объекта. По итогам проверки принято решение временно приостановить стройку и провести экспертизу выполненных работ. После этого будет объявлен конкурс на выбор нового подрядчика. Но не исключен вариант, что и действующий продолжит начатое. Подробности у Святослава Данилова. Строительство школы в Казачьей бухте началось в апреле 2013-го. Трехэтажное здание рассчитано на 30 классов. Кроме того, здесь будут спортивные актовые залы, столовая. А на прилегающей территории планируется оборудовать детскую спортивную площадку, где можно будет играть в футбол, баскетбол и даже толкать ядро. Школа будет оборудована пожарной сигнализацией и камерами видеонаблюдения. Застройщики говорят, сейчас на 60% завершены работы по первой очереди. Строительство здания, рассчитанного на 600 мест, собираются завершить до конца этого года. А в эксплуатацию сдать в следующем. Финансирование происходит за счет оборотных средств фирмы-подрядчика. Ее представители попросили губернатора Севастополя поручить им и другие объекты. К примеру, те, строительство на которых сейчас заморожено. Вот эти слова, мы за свои оборотные средства, а вы и должны за свои оборотные средства работать. Если вы будете пытаться работать авансом, предоплатой и все остальное, мы с вами распрощаемся. Семенович, ну тут еще, я знаю, конечно, немаловажную роль играет, потому что на сегодняшний день все коммерческие объекты наши, они находятся в стадии заморозки, поэтому наши оборотные средства, мы готовы. Давайте я вам на этот вопрос тоже отвечу. Надо было все коммерческие объекты в свое время строить по закону. Если компания будет говорить, а мы готовы свои оборотные средства, но вы нам дайте построить в Парке Победы, то с этой компанией мы распрощаемся. Обратил внимание Сергей Миняйло и на план производства. Губернатор города подчеркнул, за несоблюдение сроков выполнения работ незамедлительно последуют штрафные санкции. Подрядчик не выполняет пока, на первый взгляд, не до конца выполняет свои обязательства. Есть трудности, то проект, то еще что-то. Поэтому решение следующее. Подрядчик предупрежден в течение кратчайшего срока. Это корректура проекта, проекта с метрой документации. Дальше контроль выполненных объемов, проверка выполненных объемов работы. И после этого принятие решения о возобновлении, продолжении строительства. По мнению губернатора, схема работы строительных организаций должна быть прозрачной. Каждый подрядчик будет просвечен в этой ситуации через лук. Но самое главное, другой вопрос. Самое главное, что если договоры подписаны, есть сроки, то есть ответственность за выполнение этих работ. Я не зря требовал график выполнения работы. Я так и не смог добиться реально того. Они не представляли то, что я от них требовал. Строительство школы временно приостановлено. До окончания экспертизы проведенных работ. Далее власти решат, что делать с подрядчиком. Дать ему возможность продолжить деятельность, либо приостановить ее. При этом сроки окончания строительства остаются неизменными. Строительно-монтажные работы должны быть выполнены до конца этого года. После чего будет оборудование, пусконаладка и все остальное. И это июль-август следующего года, как он объект переходной. Глава города заверил. 1 сентября 2016 года дети пойдут в первую школу в Казачьей бухте. Святослав Данилов, Михаил Волобоев, информационный канал Севастополя. Севастополь отметил День молодежи. Праздник прошел в центре города. Площадь Нахимова собрала порядка пяти тысяч гостей. Для юных севастопольцев организовали творческую площадку. Ребята рисовали, картины посвятили морякам-подводникам. Была здесь открытая выставка работ учащихся школ. Также в программе вечера номера от спортсменов. А завершилось все выступлением популярного коллектива «Ласковый май». Минуты молчания и спуском на воду венков в память о погибших моряках подводной лодки «Курск». В Севастополе начался День молодежи. Это знаменательные даты. И, к сожалению, трагические. Так же, как и сегодняшний день. Он знаменателен тем, что это Международный день молодежи. Он знаменателен тем, что сегодня День военно-воздушных сил Российской Федерации, чем мы поздравляем наших боевых летчиков. Он и трагический день, потому что 15 лет назад погиб экипаж атомного крейсера «Курск». Мы не можем забыть эту дату, даже когда есть праздничные даты. Поэтому я предлагаю минутой молчания вспомнить всех тех ребят 118. Багряное небо и подводная лодка – образ героя-подводника, трагедию. И то, как они ее воспринимают, дети рисуют на холсте. Молодежь полна сил и уверенности. Будущее зависит от них. Они мечтают и воплощают свои желания в жизнь. На несколько часов главная площадь города превратилась в площадку достижений. Активные, талантливые и спортивные школьники и студенты не только отдыхали. Показательные выступления бодибилдеров сменяются мастер-классами по фехтованию. Спортивные федерации представляют своих лучших воспитанников. А если кто со спортом на «Вы», добро пожаловать в электронный тир и лазер-тек. Главное не только дать молодежи право выбора, но и направить в нужное русло, уверены организаторы мероприятия. Сегодня в рамках международной молодежи мы хотим привлечь больше молодых людей, больше севастопольцев к занятию спортом. Показать деятельность наших подвесных учреждений, детско-юношеских клубов, спортивных школ. Пригласить к работе в этих учреждениях, к занятию спортом. Каждый может найти себя здесь, найти себе кружок, найти себе вид деятельности, чтобы занимать себя. Скоро 1 сентября. И помимо учебного процесса нужно занимать себя внешкольной работой. Это очень важно. Я лепила, рисовала, стреляла. И мы смотрели, как там дрались. Я хочу пойти на акробатику. Эту мелодию любой советский человек угадывает с первых нот. В свое время белые розы звучали, как говорится, почти из каждого дома. Визитная карточка одной из самых популярных групп конца 80-х «Ласковый май» спустя два десятка лет вновь в Севастополе. С благотворительными концертами коллектив уже объехал весь Крым. Турне завершается выступлением в Севастополе. В нашей программе существенно прошли небольшие изменения, только потому, что действительно сегодня тот день, 12 августа, который унес жизни наших ребят, которые погибли, выполняя свой долг. Мы сегодня с ребятами все были на возложении, и мы поэтому немножко изменили нашу программу в свете этих мероприятий. Продюсер коллектива Андрей Разин пообещал, на будущие концерты «Ласкового мая» в других городах севастопольцам не придется покупать билеты. Достаточно будет просто показать паспорт с пропиской «Севастополь». «Ласковый мая» – это, наверное, наша молодость. Туда, вот дальше. Мы постоянно ходили на емушку, на дискотеки, и «Ласковый мая» для нас был просто выше крыши. Лучше всех, наверное, групп мира. Это в наше еще время которое. Желательно, чтобы такое чаще происходило в нашем любимом городе. Везде, где бывал «Ласковый мая», туда мы ходили. Мы очень любим песни. В общем, мы очень довольны, что «Ласковый мая» приехал к нам в Севастополь. На сцене помимо гостей выступили и местные творческие коллективы. Звучал набирающий популярность молодежный гимн города. По предварительным данным, вечер «Мы – будущее Россия» собрал на площади Нахимова не менее 5000 зрителей. Анна Малышко, Андрей Тымчук, информационный канал «Севастополя». К этому часу это все новости, а эфир информационного канала «Севастополя» продолжается. Оставайтесь с нами.